Добрый вечер! На канале БукТВ Большие. Итоговые новости в студии Виталий Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. Азербайджан и Беларусь как партнеры в развитии молодежной политики двух стран. Делегация из Азербайджана во главе с замминистра спорта и молодежной политики Интигамом Бабаевым посетила областной центр в рамках проведения Дней молодежи. Актуальный мониторинг. Как правильно организовать работу общественного транспорта, схемы движения автобусов, троллейбусов и введения новых маршрутов. Специалисты Гортранса и Горисполкома изучают ситуацию. Словакия, Чехия, США и Аргентина. Третий международный шахматный фестиваль «Черная пешка» зарегистрировал рекордное количество участников. 1182 человека из 14 стран. Об этом и многом другом прямо сейчас. Азербайджан и Беларусь как партнеры в развитии молодежной политики двух стран. Пожалуй, эта тема стала наиболее обсуждаемой на этой неделе в Бресте. Делегация из страны огней во главе с замминистра спорта и молодежной политики Интигамом Бабаевым посетила областной центр в рамках проведения Дней молодежи. Какие знаковые места города над Бугом увидели гости и как сложился диалог студентов университета имени Пушкина с министром образования Игорем Карпенко в первом материале программы «Итоги недели». Трехдневный визит делегации из Азербайджана в Брест можно назвать поистине насыщенным и информативным. В первый же день гости побывали в мемориальном комплексе Брестская крепость Герой и возложили цветы к вечному огню, как дань памяти солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Интигам Бабаев отметил, что эта война стала общим горем для многих народов. Азербайджан не стал исключением. История села нас всех вместе. Азербайджан послал на поля сражения Великой Отечественной войны порядка 700 тысяч сыновей и дочерей. Из них половина не вернулась. Здесь в защите Брестской крепости принимали участие наши соотечественники. И для нас, конечно, важный момент – сохранить эту память. Сохранить память и передавать следующим поколениям – это одно из составных частей патриотического воспитания. Потому что нужно помнить это. Я всегда говорю, что Азербайджан из тех республик, тех государств постсоветского пространства, где никогда эта Великая Победа, эта история, отрезок нашей жизни не подвергался ревизии. Также делегация ознакомилась с работой молодежного патриотического центра. Далее Интигам Бабаев и министр образования Беларуси Игорь Карпенко пообщались со студентами Брестского университета имени Пушкина. Формат встречи был избран традиционным – открытый диалог. Его целью стало развитие международного сотрудничества, обмен опытом работы с молодежью и формирование стратегии партнерских отношений. Говорили о многом исторических связях двух стран, студотрядах, привлекательности белорусского высшего образования для иностранных студентов, в частности, азербайджанцев. Обсуждался и вопрос белорусской диаспоры в Азербайджане. Полтора часа общения позволили сформировать некоторые из пунктов договора о сотрудничестве в сфере молодежной политики. У нас очень динамично развиваются отношения с Азербайджанской республикой по всему спектру, по всем направлениям, включая и вопросы образования, и молодежной политики. И опыт, конечно, нам их интересен. Мы достаточно серьезно изучали, например, их опыт проведения первых европейских игр, работы волонтеров тех же. И то, что сегодня у нас создан серьезный банк данных волонтеров, и то, что наши волонтеры сработали достаточно серьезно на вторых европейских играх в Минске, например, есть как раз частичка того опыта, который мы изучали в Азербайджане. Игорь Карпенко считает, что молодежь Беларуси также может многому научить подрастающее поколение Азербайджана. Каким способом? Ответ на этот вопрос нашелся в первые минуты открытого диалога. Я предложил, может быть, провести этим летом, пригласить студенческую молодежь Азербайджана поучаствовать в наших студенческих отрядах на территории Беларуси. Таким образом, может быть, они возродят и свое студотрядовское движение, которого пока у них нет в Азербайджане. Но вместе с тем мы договорились, вот такой важный будет, наверное, проект, это в Брестской крепости, на базе патриотического центра в Брестской крепости, проводить совместные молодежные лагеря белорусов и азербайджанцев. Мы, как представители государственной структуры, отвечающие за реализацию молодежной политики в наших странах, я думаю, максимально будем это учитывать в будущих наших планов мероприятий. Постараемся сделать побольше обменных программ, чтобы как можно больше молодежи в Беларуси могла посетить Азербайджан, и наоборот, наша молодежь могла приехать сюда. А так, честно говоря, спрашивают, что похоже, что разница. Ну, молодежь, у нас везде молодежь, у всех пожелания молодые, и есть, может, отличие только, наверное, языковой, может быть, определенная культура. А так, они быстрее находят контакт, и им быстрее выступать с инициативой, создавать совместные программы. Видите, здесь уже на ходу начали придумывать. Закончился трехдневный визит делегации из страны огней концертом, подготовленным азербайджанской и белорусской молодежью. Небольшую часть своего огромного молодежного потенциала они представили через песни и танцы. Договор о сотрудничестве в сфере молодежной политики между Азербайджаном и Брестом на 2020-2021 годы планируется подписать уже в ноябре этого года в Баку. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Говорим о важном, актуальном и интересном. Маршрутные такси, троллейбусы и автобусы. Хотя бы на одном из видов этого общественного транспорта добирался на работу любой брещанин. Хорошо тем, у кого есть собственный автомобиль, тогда можно не следить за расписанием и самому планировать график. Но большое количество брещан напрямую зависит от правильной организации работы общественного транспорта. В эти дни специалисты ГорТранса проводят мониторинг этого вопроса. Какие выводы можно сделать уже сегодня? Добавятся ли в расписание новые маршруты и довольны ли нынешней ситуацией горожане? Обо всем этом и не только в материале Мирослава Коваленко. Пассажирские перевозки – это важная экономическая составляющая города. Потому пристальное внимание ГорТранса и представителей вертикали власти к этому вопросу никогда не ослабевает. За последние годы выросло количество жителей в спальных микрорайонах Бреста. Регулярно застраивается и центр города. Сегодняшняя ситуация диктует свои правила и требует корректировки схемы движения городского транспорта и появления новых маршрутов. Транспортные предприятия города представлены автобусным парком, монетарным предприятием троллейбусный парк и маршрутами экспрессного сообщения. Если говорить об общем объеме перевозок пассажиров, который в настоящий момент выполняется в городе Бресте, и говорить о маршрутах экспрессного сообщения, на их долю приходится порядка 17% от общего объема перевозок пассажиров. На 62 городских автобусных маршрута ежедневно выходит 118 единиц. На 9 троллейбусных маршрутах работает ежедневно 55 единиц. На 19 маршрутах экспрессного сообщения работает ежедневно 320 единиц подвижного состава. То есть это порядка 65% от общего числа транспортных средств, работающих ежедневно на линии. Если применить нехитрые математические знания уровня начальных классов, можно с легкостью посчитать. Порядка 500 единиц ежедневно выходят на линии для обеспечения перевозок пассажиров областного центра. И у каждой из этих единиц свой маршрут, свой график движения. Есть и часы пик, когда количество пассажиров несоизмеримо с вместимостью транспортного средства. Для избежания любого дискомфорта пассажиров сегодня ГорТранс проводит мониторинг работы общественного транспорта. Его специалисты ежесекундно следят за работой автобусов, троллейбусов и маршрутных такси в режиме онлайн. В данный момент на экране вы видите полностью автобусы, которые в настоящее время находятся на маршрутах города Бреста. Можно посмотреть каждый отдельно маршрут, где находится автобус. Вот так вот диспетчера контролируют и наблюдают за движением общественного транспорта, чтобы он ехал по расписанию, чтобы не было каких-то отклонений. Таблица на экране диспетчера выглядит довольно красочно, но выделение маршрутов красным и зелёным цветом сделано разработчиками вовсе не для яркости. Таким образом специалисту подаётся сигнал об опережении следования транспортного средства или его опоздании. Вот, допустим, маршрут. Седьмой маршрут, вот его движение. Сейчас на маршруте находятся три автобуса. В данный момент есть у автобусов расписание, по которому он должен следовать по маршруту. Вот первый автобус у нас идёт в ноль, то бишь он по остановочным пунктам, идёт полностью по расписанию. Здесь у нас идёт немножко с опережением в две минуты и тоже с опережением. Но это допустимая норма. С опережением может транспорт двигаться плюс три, минус пять минут. Аналогичную схему движения в режиме онлайн может увидеть любой желающий на сайте Брест Гор Транса. Разница лишь в том, что общая картина по какому-либо виду общественного транспорта здесь не отобразится. Только маршруты по отдельности. Также специалистами Гор Транса изучается и пассажиропоток. Мы выезжаем на место, на какие-то конкретные остановки. В настоящее время смотрим выезды из крупных таких районов, как Граевка, Дубровка, Южный, Вулька. Изучаем пассажиропоток, чтобы в дальнейшем как-то посмотреть, чтобы внести какие-то изменения в расписание автобусов, изменения направлений автобусов. Может, что-то нужно, какие-то маршруты добавить, что-то уменьшить. Строительство западного обхода значительно улучшило картину с пассажирским транспортом в Бресте. Сейчас в тестовом режиме работает на линии автобус номер 55, который был введен 1 октября. Движется он с Санта-Бремор до Цветотрона через западный обход. Необходимо время, чтобы люди привыкли и увидели, что данный маршрут более скоростной, так называемый экспресс-маршрут. Ждем результата, посмотрим отзывы населения, востребованность данного маршрута. Мы всегда готовы к корректировке маршрутов. Пока 55 маршрут представлен лишь одной единицей, но в скором времени после изучения пассажиропотока ситуация может измениться. Движение по западному обходу открыли еще 6 сентября. Изначально по нему пустили только легковые автомобили. А с 11 сентября здесь начал ходить еще и общественный транспорт. Сегодня пропускная способность западного обхода составляет более 15 тысяч транспортных средств в сутки. И большая часть этой цифры приходится на общественный транспорт, который теперь не задерживается на железнодорожных переездах и доставит брещан в любую точку города. Большинство брещан уже успели оценить подарок, сделанный к тысячелетию областного центра. Западный обход действительно снял многие проблемы с движением общественного транспорта. Нам очень удобно, так как я езжу на машине, вожу в сад ребеночка. Может быть не хватает какого-либо транспорта? То есть, нет, нет, мы, надо нам на колясочке, на автобусе, проехались на автобусе тоже очень быстро. На машине супер быстро. Очень удобно, я вот здесь рядом живу, и мне, если ехать сейчас в сторону Южного, не через город, это я сокращаю времени где-то на минут 10. Быстренько на мост поднялся, спустился, и я уже смотришь и около Южного. И даже в сторону Дубровки, очень хорошо, удобно. Я ездил на личном транспорте, понимаете, а на общественном, ну, не ездил, но я думаю, что чем больше будет, тем удобнее для людей, в общем-то, добираться, безусловно. То есть, на самом деле, это развязка, она выручила и выручает. Люди довольны. Насколько я знаю, водители из моих друзей, в общем-то, все приветствуют. Задачи, которые ставятся перед Гуртрансом руководством Бреста, всегда остаются неизменными. И только благодаря их выполнению работа общественного транспорта не будет вызывать нареканий со стороны пассажиров. Основная задача, это, конечно же, доступность общественного городского транспорта, население города. Ну и, конечно же, корректировка, оптимизация маршрутной сети, сделать ее более эффективной, доступной. В плане того, что мы внедряем новые современные и IT-технологии, на примере и ТИКСа электронного расчета, и, в принципе, система диспетчеризации предусмотрена в электронном формате. На сегодняшний день Гуртранс-оператор занимается довольно-таки, считаю, успешно. Если говорить о внедрении новых технологий, то в скором времени остановки города пополнят новые электронные табло, которые отображают движение городского транспорта в режиме онлайн. Это своеобразный аналог существующего приложения на сайте Гуртранса, рассчитанного на граждан пожилого возраста и людей, которые не могут в данную минуту воспользоваться мобильным телефоном. Как изменится общая ситуация по городскому транспорту, появятся ли новые маршруты или новые единицы, покажет результат мониторинга совсем скоро, в конце ноября. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ. О людях редкой профессии. Как правило, студенты юридических факультетов хотят работать в Следственном комитете, прокуратуре, суде, комитете судмедэкспертиз, нотариате. Но в следующем материале выпуска мы поговорим о тех, кто хотел, чтобы в трудовой книжке была запись судебный исполнитель. Скажите, не женское это дело, и сразу же ошибетесь. 90% судебных исполнителей – девушки. Их главная должностная обязанность указать человеку на исполнение решения суда или постановления ГАИ, УВД, МЧС и других государственных ведомств. О том, каким образом хрупким девушкам удается справиться с непростыми должностными обязанностями и какие требования предъявляются к кандидатам на должность судебного исполнителя, расскажем прямо сейчас. Рабочий день судебного исполнителя отдела принудительного исполнения Ленинского района Александра Денисова всегда непредсказуем. Сегодня мужчина приехал к злостному должнику, который не платит за коммунальные услуги. Все законы профессии Александр знает на зубок. С должником говорит спокойно и уверенно. Еще раз напомнив о долге, требует оплатить его. Получив отказ, принимается за опись имущества. Признается, работа специфическая. В основном строится на стрессах и конфликтах. Но если кто-то относится со злобой, есть и те, которые смотрят с надеждой. Работаю я три с половиной года, всякие случаи были. Как правило, люди в принципе адекватно относятся, не конфликтно, за исключением, когда уже там попадают люди, которые злоупотребляют спиртными напитками, то там, конечно, немножко посложнее. Направляем предписание в центр занятости для трудоустройства. То есть людей пытаемся помочь трудоустроиться, чтобы они могли заплатить за долги свои. Долг платежом красен. Для 23-летней Ольги Нечипорук – это не просто крылатое выражение. Девушка – судебный исполнитель. Профессию узнала, обучаясь на юридическом факультете Брестского государственного университета имени Пушкина. Однако, еще не получив высшее образование, начала работать в отделе принудительного исполнения. Сначала референтом, но всегда стремилась к большему. После окончания вуза стала судебным исполнителем. А недавно получила повышение на должность заместителя начальника принудительного исполнения Брестского района. О своем выборе я не жалею, так как выбранная профессия дает мне возможность постоянного профессионального роста, развития и возможности применять полученные знания в университете на практике. Работа действительно сложная, но интересная, потому что дает мне возможность общаться с людьми, с различными категориями граждан, и необходимо быть внимательным и уважительно относиться к любому человеку, будь то должник, либо взыскатель. Мы подбираем людей на технические должности, то есть это специалисты по документационному обеспечению. Дальше они становятся у нас, проработав какое-то время, референтами, ведущими референтами. И уже вот из этой категории мы тогда подбираем людей, которые сдают экзамен для лиц, впервые поступающих на государственную службу, и могут работать уже государственным служащим. На должность судебного исполнителя мы подбираем граждан Республики Беларусь в обязательном порядке, потому что это государственная служба. Гражданин Республики Беларусь должен владеть государственными языками в обязательном порядке, иметь юридическое образование и по своим моральным, деловым качествам и нравственным исполнять обязанности, порученные ему. Чаще всего судебным исполнителям приходится иметь дело со взысканием денежных сумм. Это могут быть уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения или административные правонарушения, выплата алиментов, погашение задолженности по оплате кредитов и коммунальных платежей. Есть дела, где не требуется взыскание денег, например, порядок общения с ребенком или передача имущества. Выполнение данной задачи возложено на управление принудительного исполнения, которое в свою очередь организует непосредственное исполнение на территории Брестской области, рассматривает обращение граждан, оказывает методическую и практическую помощь районным отделам принудительного исполнения, а также занимается непосредственным исполнением исполнительных документов в взыскании за должность из юридических лиц, государственной и, в некоторых случаях, частной формы собственности. В структуре Брестской области 18 отделов принудительного исполнения, 90% сотрудников – представители прекрасной половины. Да, их работа не сахар, и сам по себе отдел принудительного исполнения звучит сурово. Но они, находясь на последнем рубеже справедливости, ставят задачу не заставить человека отдать последнее, а встать на путь исправления. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Продолжаем выпуск. Вводя словосочетание «правильная осанка» в строку поиска, интернет тут же выдает десятки результатов на заданную тему. Тут и упражнения для создания королевской осанки, и лечения, и рекомендации для поддержания ровной спины, а также статьи о пользе правильной осанки для человека. Такое большое количество материала на просторах интернета лишний раз доказывает то, что проблема актуальна во всех городах и странах. Как показывает статистика, количество детей с нарушением осанки растет с каждым годом. В Беларуси этим страдает каждый четвертый школьник. Что делать, если у ребенка неправильная осанка, и как лечить, выясняла наш корреспондент Ирина Кузьмич. Сколиоз – заболевание, связанное с искривлением позвоночника. Название ему дал гипократ. Эта болезнь не только уродует позвоночный столб, но и ускоряет его износ, и постепенно выводит из строя все внутренние органы организма. Страдает сердечно-сосудистая и нервная системы, возникают проблемы с пищеварением. Малоподвижный образ жизни, отсутствие необходимой физической нагрузки, а также неправильно подобранная мебель или неправильное расположение туловища во время занятий и игр – все это может привести к серьезному искривлению позвоночника. Формирование позвоночника заканчивается у нас, когда мы заканчиваем расти. То есть весь этот период позвоночник может меняться в любую сторону, как в худшую, так и в лучшую. Привычки держать спину формируются в средней школе, то есть к концу начальной. Ну, уже у каждого ребенка по-разному. В среднем это 10-12 лет – это когда можно сформировать именно привычку держать спину, осанку. Сложность выявления сколиоза у детей заключается в том, что у них нет жалоб, поэтому за лечением обращаются достаточно поздно. Для исключения любых деформаций необходимо проходить медицинские осмотры, на которых врач поможет выявить недуг. Первая рекомендация – это, естественно, диспансеризация и плановые профосмотры. Ну, это контролируют педиатры. Обычно детей впервые мы смотрим до 3 месяцев, следующих – 6 месяцев, и после года, когда ребенок начинает ходить, если нет никаких диагнозов. Следующий профосмотр – это 5 лет и 11, если у родителей нет жалоб, и педиатр не отправляет. Лучшая профилактика сколиоза и всех нарушений осанки – это физическая нагрузка. Если ребенок будет физически развит и будет развивать свой мышечный корсет, никаких изменений не будет. В случаях, когда спина у ребенка сильно искривлена и не удалось вовремя предотвратить проблему, решение есть. Государственное учреждение образования Брестская санаторная школа-интернат для детей с заплеванием костно-мышечной и соединительной ткани поможет спасти позвоночник ребенка. В школе для них созданы специальные кабинеты, в которых они занимаются сидя или лежа, в зависимости от диагноза. Брестская санаторная школа-интернат рассчитана на 240 учащихся, классы со 2 по 9 класс. Дети приезжают со всей области, пребывание здесь детей круглосуточно. Как правило, дети со сколиотической деформацией позвоночника 2-4 степени. Главная цель деятельности учреждения – организация образовательного и лечебного процессов, направленных на оздоровление детей с заболеванием костно-мышечной системы и соединительной ткани. Эффективность выздоровления в условиях школы-интерната составляет около 80%. К концу года у нас в апреле месяце приезжает же профессор из Минска Тесаков, он осматривает наших всех детей и делает свои анализы. В результате у меня, как в прошлом году, практически у всех детей была или стабилизация, или улучшение. Здесь мы занимаемся учебой, как и во всех школах, и хочу уделить внимание на том, что учителя здесь не такие, как в других школах. То есть учителя здесь заинтересованы на обучении детей, делается все возможное, чтобы дети получали по максимуму образование. Здесь лечатся такие болезни, как лордоз, кифоз и сколиоз. На это уделяется ряд процедур, такие как ЛФК, электро- и водопроводные процедуры, а также все различные массажи и так далее. ЛФК у нас проходит три раза в неделю, плавание два раза в неделю. Также мы посещаем тренажерный жидцал. Да, школа уделяет особое внимание физической подготовке каждого ученика. Ведь именно от ее уровня зависит укрепление мышц спины и брюшного пресса, а вследствие и выпрямление позвоночника. Дети занимаются в тренажерном и гимнастическом зале семь раз в неделю, где каждое занятие в удовольствии. Для каждого ребенка в конце уже сентября мы составляем комплекс индивидуальных корригирующих упражнений. С учетом диагноза, особенностей осанки, это стутулая спина, плоская спина, обычная спина, кифоз грудной усилен, поясничный лордоз усилен. Все это мы смотрим внимательно у детей и с учетом этих всех мы составляем комплексы. Кроме этого, у нас есть симметричные упражнения и есть асимметричные упражнения. Это тоже мы внимательно видим у детей и уже с учетом этого подбираем их упражнения. Сюда постоянно вкладываются огромные, не побоюсь этого слова сказать, ресурсы. С 2012 года, видите, замечательный спальный корпус построен на 180 мест, медицинский блок прошел реконструкцию. В этом году сдан пищеблок, это только первая очередь, и дальше пойдет реконструкция второго этажа спального корпуса, кровля, текущие ремонты. Поэтому огромная здесь роль государства и забота государства в оздоровлении нашего подрастающего поколения. Санаторная школа-интернат, как и другие общеобразовательные учреждения, учит детей по утвержденной Министерством образования программе. Более 60% педагогов имеют высшую категорию. Благодаря их профессионализму ученики успешно выступают на районных и областных олимпиадах, нередко занимая первые места. Но самое главное, в этом учебном заведении ребенок избавится от тяжелого недуга, приобретя правильную осанку. После посещения Брестка санаторной школы-интернат и посмотрев на то, как ученики старательно делают свою осанку королевской, сам невольно начинаешь держать спину ровно. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Вилка, вечный шах, голый король, дыра, канавал. Это все не просто набор слов, это термины из мира шахматного спорта. Этими и многими другими диковинными названиями владеют участники фестиваля «Черная пешка», который 1 ноября с размахом открылся в легкоатлетическом манеже города Надбугом. Сколько стран приняло в нем участие в этот раз, кто предстал в числе почетных гостей и кто из игроков мог не регистрироваться. На поле шахматного боя побывала Мирослава Коваленко. Это уже третий по счету международный шахматный фестиваль. В этом году на «Черную пешку» было зарегистрировано рекордное количество участников – 1182 человека из 14 стран. Впервые решили поучаствовать Словакия, Чехия, США и Аргентина. В этот раз у нас пройдет 23 турнира. В судействе задействовано около 50 человек. Судействе у нас международное. 1182 игрока из 18 стран уже приехали в город Брест. И помимо классических шахмат, рапида и блица, мы также сыграем во множество развлекательных турниров. Фестиваль уже традиционно собирает и известных гостей. Открывал его председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук, который сделал символический первый ход в шахматной дуэли с игроком, который имел привилегию не регистрироваться с роботом. Что касается формата, он уникален для Беларуси, потому что это вариант государственно-частного партнерства, я считаю так, потому что и коммерческая составляющая есть здесь, и спортивная составляющая. Я очень доволен, что такие мероприятия проводятся именно в нашем городе Бресте. Если говорить о фестивале, который проводит сынования Карпов, Анатолий Карпов, тоже друг нашего города, это очень замечательно, что один носит более массовый характер, а второй уже более клубный, более элитарный характер. И оба эти фестивали проходят и пройдут в городе Брест. Мэр города также считает, что соперники у белорусских шахматистов в рамках фестиваля довольно стильные. Но за кого болеть, Александр Степанович уже определился. Естественно, на правах, как говорится, брещанина я буду болеть за наших участников. Но опять же повторюсь, что наша задача не кто конкретно победит, а наша задача максимальная популяризация этой замечательной, красивой и очень мудрой игры. Вот почему мы и дальше будем делать все возможное со стороны органов власти, чтобы создавать максимальные условия для развития фестиваля. Еще одним почетным гостем стала чемпионка мира по шахматам Мария Музычук. Девушка с двух лет в шахматном спорте благодаря родителям, заслуженным тренером Украины. А на фестивале она впервые сыграла партию с роботом. В блице Мария обыграла его по времени. И неудивительно, ведь она знает, какие качества должны быть присущи шахматисту. На самом деле надо иметь очень много качеств для того, чтобы победить чемпионат мира. Ну, конечно же, это надо иметь характер, это надо быть труболюбивым, потому что без работы никак. Ну, я думаю, что надо, чтобы еще родители поддерживали, и они ездили на соревнования, потому что без практики ничего не будет. Если говорить об участниках, то самому юному 4 года. Малыш приехал из Оренбурга. Самый взрослый участник из Минска, ему 83. Но возраст не помеха. Любой шахматист хочет одержать победу, несмотря на заметное волнение. Я тренируюсь 7 лет. Очень люблю шахматы, потому что они развивают много качеств. Иногда играть в шахматы – это очень тяжело, иногда легче. Так и с соперниками. Иногда я их боюсь, а иногда нет. Для гостей и участников запланирована еще и интересная развлекательная программа – анимация, выставка шахмат, рисунков и фото, художественные мастер-классы и викторины, шахматный карнавал и возможность сыграть в шахматы с роботом. Для профессионалов шахматного спорта организовано 23 турнира, где будет сыграно более 15 тысяч партий. На три дня легкоатлетический манеж превратится в настоящее поле шахматного боя. Более тысячи участников сразятся как в классические шахматы, так и в поддавки, камень, ножницы, бумага и даже спидкубинг. Победа – это очень важно. Но еще важнее – это популярность шахматного спорта во всем мире, а в частности в Бресте, здесь и сейчас. У каждого гостя также есть возможность проверить свою силу логики посредством шахмат. Кстати, время на это еще есть. Фестиваль «Черная пешка» продлится до конца выходных. Место локации – легкоатлетический манеж. Мирослава Коваленко, Григорий Пекарский, телекомпания «Абук-ТВ». Это были итоги недели на «Абук-ТВ». Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50. Утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни ноября. Такого стремительного, с ранними белыми заморозками, с ярким преображением листьев. Это совсем другая волшебная пора. Последний дерзкий ликующий всплеск перед лицом надвигающейся холодной пары. А пока порадуемся теплым ноябрьским дням. Я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 3 ноября погоду в стране обусловит фронтальный раздел и теплые воздушные массы, перемещающиеся с Западной Европы. В Бресте ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 5-7, максимальная днем 14 градусов. 4 ноября продолжится распространение теплых и неустойчивых воздушных масс с Юго-Запада Европы. Днем в западных районах республики скажется влияние атмосферного фронта. Облачное с дождями, погода ждет брещан. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 12-14, максимальная днем 17 градусов. Субтитры подогнал «Симон»!